Привет, Гудгейм! Берем интервью с человеком, который ответственен за все победы команды Авангар, за то, что они в финале, достанем. Итак, самый первый вопрос. На турнире присутствует Made in Brazil, NAP, Na'Vi и вы в спорте. Вы ожидали, что вы попадете в финал? Такие топовые команды играют. Вы финалисты мажора. Расскажи, пожалуйста. Ну, результат на мажоре заставляет нас думать о том, что мы должны играть, ну, играть круто. Мы не думали прям о победе, финале, просто хотели сыграть в свой КС, потому что мы были в Берлине около месяца. И было где-то очень тяжело собраться, потому что мы месяц где-то в гостиницах живем. И сегодня был день такой очень классный. Ну, как сказать, ожидали. Сегодня был второй день. Нам нужно было три победы. Нам было неважно. Пройдем мы, финал нет. Нам мы должны сыграть в свой КС и ощутить вот это ощущение, потому что сегодня зрителей столько. Ну, вообще было объективно, что вы сегодня сыграли прям, ну, на голову лучше остальных команд. Серьезно, ребята играли просто потрясающе. И скажи, вот вы по-любому готовились на мажор, вы бы просто к финал не вышли. И на этот турнир, вы снова в финале, это уже второй финал подряд. Вы готовились на этот турнир или просто, скажем, некоторые наработки из мажора? Или это просто вы решили попробовать свои силы, не пропускать какой-то турнир? Как это было? Во-первых, Бласт, это был... Квалификация на Бласт была очень важной, потому что мы квалификации сюда за 10 дней до мажора прошли, и это была наша первая победа. И Бласт, это очень важный турнир, потому что он еще в Москве проходит. И тем более после мажора я чувствую, как люди болеют за нас. Мы, вот я лично, как тренер, как команда, мы ощущаем внимание и ответственность за результат, за СНГ. И как бы тут дело уже не в нас, дело не в нашей личной, это дело прям общей, ну, как бы, страны. Да, общая СНГ сцена, и это я чувствую. Я прям чувствую, как люди пишут, и этот Бласт очень важный был. Ну, мы первый день не чувствовали, что так будет. Вообще, я вчера ложился спать с такими мыслями, и я не знаю, я говорил, да поможет нам Бог, чтобы завтра нам... Ну, мы искал, пацанам, три победы, и все. И вот такой вопрос, вот, кстати, слово об СНГ. Не важно, Казахстан, Украина, Россия, это все, скажем так, по моему мнению, это все одна сцена, один дом, одна страна. И каково играть в финале против, грубо говоря, своей же команды перед своей публикой? Я думаю, что я очень, как бы, когда такие турниры проходят, очень переживаю за людей, чтобы они получили хорошие эмоции. Так как было бы очень круто, чтобы сыграла хотя бы одна СНГ команда, потому что сыграли бы какие-то НИП и Энтс, ну, я думаю, что зрители не так были бы заинтересованы. Да, я всегда почему-то об этом переживаю, что люди приходят, мы видели, как мы на менеджере, люди с детьми приходят с России, с разных городов, Кемерово приходят. И когда ты это видишь, ты хочешь показать прям крутую игру, потому что ты ответственен за СНГ. Ну, а так, вот, я уже забыл вопрос. Скажи, что дальше для команды, к чему вы будете готовиться максимально усердно? И скажи, пожалуйста, какой вообще настрой у ребят на предстояние, ну, на недалекое будущее? Вопрос, кстати, вот этот про настрой, он такой, вы знаете, люди пишут, когда пишут, как настрой? Ну, как у нас настрой? Это наша работа. У нас постоянно настрой классный, как поезд едем. Сейчас пару часов отдохнем, посмотрим Na'Vi, ZEVSA, посмотрим, что сейчас будет день. ZEVSA очень крутой чувак. Это суперважный человек, и он огромное влияние оказывает на нашу сцену, и оказывал. На протяжении 15 лет, так что будет сейчас, ну, финал, будем стараться, играть свою игру. Я думаю, что все будет, все покажет игра, будет классный вечер, в первую очередь для зрителей. Во многих теразин-командах происходит вот это, решафлы. То есть у Энс нету капитана, у Мибор нету колдзеры, у Na'Vi уходит тренер, ой, и тренер, и капитан, да. И, конечно, они от этого не стали слабее, но, безусловно, эти игры, они очень важны для нас, потому что мы каждую команду обыгрываем, мы психологическое преимущество получаем. Мы Энс тоже не обыгрываем, но это спорт. Кто чуть-чуть расслабился, тот все, тот доминирует, и все. Ты как подрался с одноклассником, и все. Если он тебя воткнул, то все, ты будешь... Это так работает. Отличное сравнение. На'Vi, конечно, потому что они очень много нас не пускали раньше. Но большое уважение им, особенно Дане. Симпл, и все, все они наши друзья. Большой респект им. Если Балв собирается открыть свою франшизную лигу, ну, это по слухам. Но слухи как-то просто так не появляются. И, смотри, если бы это было, как это применено в Лиге Легенд, если бы вот была франшизная лига для Европы, СНГ и Америки, как ты считаешь, победитель СНГшной лиги смог бы на равных, да, на равных бороться против Европы и Америки? Я думаю, что тут дело, безусловно, в Европе больше, больше количества команд. Больше топовых. Топовых, да. Но лучшая СНГ команда по любой поборется, с любой командой, с любого континента без шансов. А по поводу Лиги и так далее. Ну, мы после мейджа так общались, я так спрашивал. Я думаю, что эта Лига по любой даст. А ее давно надо было делать. Мы отстаем от Доты, от Лиги Легенд, потому что, ну, организаторы, ну, пал не так относятся, может. Уже гейб КС не любит. Я иногда об этом думаю. Мне кажется, может, кто-то из руководителей просто к какой-то игре ближе. Я, может, не прав. Или, может, финансово выгодно, да. Может быть, да. Но КС, он супер популярный. Это комьюнити уникально. КС это... КС это просто игра с очень богатой историей. Я, честно говоря, тоже считаю, что вот так вот забывать про все это, ну, нельзя ни в коем случае. Причем сейчас все эти турниры, благодаря таким организаторам, как Бласт, ESL, StarLadder, там, Epicenter, они живы. Люди приходят, и это можно супер сделать крутым. Мы все ждем, чтобы это все стало прям организовано, прям мировой уровень был. Как, не знаю, Лиги чемпионов там по футболу.